Дорогие братья и сестры, Господи Боги! Книга книг, Библия говорит, что всё, что Бог создал, прекрасно, и всё для человека, только с условием, что человек должен слушать Господа Бога. Поэт Лермонтов написал поэму «Демон», где он сказал, печальный демон, дух изгнания, летал над грешной землёй. Вот этот демон уводит человека, и это есть начало зла, этот грех первородный. Но Господь Бог говорит Адаму, придёт же на потомство, которое победит демона. Это первые слова и первое уже нам припоминание о Рождестве Христова. И вот, Божья Матерь, 2000 год тому назад, благовещение, Господь Бог встеляется в тело человека, Иисус Христос, и приходит к нам, нас он учит, за нас страдает на кресте, воскрес, и Христос сказал, радуйтесь, я победил всё. Смерть демона, ад, я победил всё, и даёт нам средства, таинства, чтобы мы тоже всё побеждали. Не одним хлебом живёт человек, говорит Христос. Человек ещё имеет духовную жизнь. Когда Менделеева спросили, как вы относитесь к религии, он сказал, я предпочитаю остаться с верой бессмертия души. У человека двойная жизнь – духовная и материальная жизнь, физиологическая жизнь. Духовная – это наша мудрость, это наша любовь, это наша совесть. И там, где люди почитают Бога, они проявляют и мудрость, и любовь. И Господь Бог нам говорит, любите друг друга, братья и сёстры, будьте мудрее. Этот мир такой сложный, он созданный высшим Творцом, Господом Богом. И Александр Менни когда-то сказал, помните, земная жизнь кончается не смертью воскресения. Мы тоже об этом должны помнить, что дальше будет продолжаться наша жизнь в Царстве Небесном. Послушая этого радостного и светлого праздника Рождеца Христова, желаю всем Божьего благословения, здоровья, успехов в работе, учёбе, счастья в семейной и личной жизни. Да благословит всех нас Господь Бог. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok